Привет друзья! Сегодня у нас будет еще одно видео, немного отступающее от основной тематики канала. Так как после недавнего выхода подборки о пневматических пистолетах, я понял, что тема пневматического оружия вам очень интересна, я решил сделать еще одно видео по этой теме. Сегодня я сделал для вас подборку лучших пневматических винтовок, которые вы сможете приобрести для веселых подстрелушек по мишеням и бутылкам, а также в том числе и для охоты. Я потратил много времени, изучая отзывы о представленных моделях и постарался собрать для вас лучшие образцы, которые имеют большинство положительных отзывов от покупателей. Модели в данной подборке я расположил по возрастанию цены, начиная с бюджетных моделей и до более дорогих. Ссылок на представленные модели я отставлять не буду, так как учитывая то, что мой канал смотрят зрители с различных стран, каждый сможет, используя интернет, найти соответствующие магазины у себя в стране. Итак, поехали! На 10 месте На 10 месте в нашем рейтинге расположилась винтовка от известной фирмы Кроссман. Это Пампастер 760Б. Данная винтовка относится к компрессионной пневматике. Постановка на боевой взвод осуществляется здесь с помощью подсвольного рычага. Три особенностей модели можно отметить, что она может стрелять как с винтовыми пулями калибром 4,5 мм, так и стальными шариками. При этом винтовка имеет пятизарядный магазин, который вставляется с правой стороны. Перезарядка здесь осуществляется с помощью затвора. Заявленная начальная скорость полета пули 190 метров в секунду. Модель имеет пластиковый приклад и довольно небольшой вес. Всего 1,25 кг. Цена у данной модели также очень демократична. Стоит она в среднем 60 долларов. Цена у данной модели также очень демократична. На 9 позиции у нас еще один образец от этого же бренда. Это винтовка Кроссман Инферно. Данная винтовка относится к пружинной пневматике. В качестве источника энергии здесь служит витая пружина. Постановка винтовки на боевой взвод осуществляется переломом ствола. Винтовка имеет пластиковые приклады, удобную рукоятку пистолетного типа. А также прицельное приспособление с фиберглассовыми нитями. Для более удобного прицельнения в условиях недостаточной видимости. Начальная скорость полета пули 192 метра в секунду. Вес винтовки почти 2 килограмма. Стоит эта винтовка около 70 долларов. Далее у нас идет винтовка Азиль Армс 701. Данная винтовка также относится к пружинной пневматике, так как использует в качестве источника энергии витую пружину. Винтовка однозарядная. Боевой взвод осуществляется путем переломывания ствола. Винтовка имеет пластиковый приклад, регулируемую прицельную планку, которая так же как и мушка имеет старт из фиберглассовой нити. Вес винтовки 3 килограмма. Начальная скорость полета пули здесь довольно приличная, целых 305 метров в секунду. Дизайн винтовки также нельзя назвать классическим. К особенностям модели можно отнести довольно нестандартное расположение прицельной планки. Она располагается здесь посредине, в отличие от большинства других винтовок, где она расположена в начале ствола. Это связано с наличием крепления для оптики, которое здесь присутствует. Цена винтовки в районе 72 долларов. Седьмое место у нас заняла модель XT-SG-XT204. Данная модель также относится к пружинной пневматике. Имеет деревянный приклад, регулируемый прицельную планку. Модель выполнена в классическом дизайне. Постановка на боевой взвод с помощью перелома ствола. Начальная скорость полета пули 200 метров в секунду. Крепления для оптики на данной модели отсутствуют, что вполне объяснимо, учитывая ее довольно посредственную мощность. Но тем не менее модель является довольно популярной. Да и к качеству изготовления здесь так же нет претензий. Винтовка имеет вес 2,6 килограмма и цену 80 долларов. На шестой позиции у нас вот эта красавица. Это Hudson Strike Edge. Данная модель относится к классу Magnum. А это значит, что модель можно полноценно использовать в охотничьих целях. Начальная скорость полета пули здесь целых 305 метров в секунду. Преимущества модели. Пневматическая винтовка переломного типа длиной 1100 миллиметров. Принадлежит классу Magnum и отличается сравнительно небольшим весом 3 килограмма. Оснащена данная модель ложей в виде удобной пистолетной рукояти. Корпус винтовки снабжен прикладом к скелетону для дополнительного удобства стрелка. Для комфорта прицеливания мушка и прицельная планка оснащены цветными фиброглазовыми нитями, что позволяет вести огонь даже в условиях плохой освещенности. Нарезной ствол из высококачественной оружейной стали обеспечивает высокую кучность стрельбы. Имеется основа «Ласточкин хвост» для установки оптического прицела. В комплект не входит. Цена винтовки 90 долларов. Пятое место заняла винтовка Crossman Phantom 1000. Это мощная винтовка переломного типа с прекрасным дизайном. Стальной нарезной ствол, скорость пули 305 метров в секунду, эргономичный приклад с резиновым затыльником, фибероптические нити зеленого и красного цвета на прицельной планке и мушке. Все это делает Crossman Phantom 1000 прекрасным выбором. Также есть основа для крепления оптики. Вес винтовки 2,7 килограмма. Эта модель также прекрасно подойдет для использования в охотничьих целях. В комплекте с винтовкой также поставляется более жесткая пружина. Цена винтовки 110 долларов. Место номер 4. Здесь у нас винтовка Crossman Vintage NP. Еще одна винтовка класса Magnum, относящаяся к пружинной пневматике переломного типа. Однако, в отличие от ранее представленных в обзоре моделей, здесь установлена не витая, а газовая пружина. В чем ее преимущество в сравнении с витой пружиной? Наверняка можно сказать лишь одно. Отдача при выстреле у газовой пружины на порядок ниже, чем у витой. Начальная скорость полета пули стандартная для винтовок этого класса – 305 метров в секунду. Винтовка имеет деревянный приклад, а также снабжена открытым прицелом траглос с фибероптическими нитями, что не может не радовать. Само собой разумеется, что производитель изначально предусматривал ее использовать на охоте. Вес винтовки 3,2 килограмма. Цена винтовки – 130 долларов. На третьей позиции у нас идет вот эта красотка, которая также относится к классу Magnum. Это Piman Longhorn. Это очень серьезная винтовка. Она имеет пластиковый приклад, весьма приличный вес – целых 3,7 килограмма. Взводится винтовка с помощью перелома ствола – источник энергии и пружина. Но ее основными достоинствами является наличие оптического прицела. А самое главное – это впечатляющая начальная скорость полета пули – 365 метров в секунду. При таких характеристиках ее родной стихией также является охота. Пернатая тичь и мелкие звери – вот ее профиль. Цена этой винтовки в районе 150 долларов, но она вполне оправдывает свою стоимость. Место номер 2. Это еще один класс Magnum. Это Crossman Benjamin Titan NP. Винтовка относится к пружинно-поршневой пневматике. Боевой взвод стандартный с помощью перелома ствола. Здесь установлена газовая пружина, что заметно снижает уровень отдачи при выстреле. Винтовка имеет деревянный приклад с резиновой вставкой на конце. Вес винтовки – 3,1 килограмма. Начальная скорость полета пули – 305 метров в секунду. Используются свинцовые пули калибра 4,5 миллиметра. Винтовка уже с коробки оснащена оптическим прицелом. Особенностью модели является полное отсутствие прицельной мушки. То есть прицеливание осуществляется исключительно с помощью штатной оптики. Цена винтовки – 170 долларов. Ну и наш лидер – это МакТек H2 Extreme 1300. Это мощнейшая серия пневматических винтовок. Обладает высокой скоростью вылета пули до 488 метров в секунду и дульной энергией 39 джоулей за счет применения конструкции азотного газового поршня. Данная технология также сильно повышает точность стрельбы и смягчает силу отдачи и вибрацию. Удобный эргономичный приклад позволяет стрельбу как левой, так и правой рукой. Каптоволоконный прицельный механизм с возможностью микрорегулировки облегчит прицеливание, а возможность крепления оптического прицела еще больше повысит качество и точность вашей стрельбы. Также модель Ан-2 Extreme оборудована двухпозиционным предохранителем с регулируемым усилием спуска. Винтовка изготовлена из высококачественных материалов, имеет высокую прочность и не требует частого технического обслуживания. За счет меньшего количества вибраций деталей в конструкции. Цена этой малышки около 400 долларов. Ну а на этом у меня все. Надеюсь вам оказался полезным этот обзор. Пишите ваши комментарии, оставляйте пожелания, ну и конечно же ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на мой канал. Всем мира, добра и удачи!